Таким образом, мы намерены добиться от вас соблюдения требований. Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Здравствуйте, друзья! Пока мы спали, в мире криптовалют происходит настоящая революция. Спикер Палаты представителей, который согласовал финансирование правительства на 45 дней ради отсрочки шатдауна, Маккарти, только что был уволен. Да, это большое событие, которое случилось, нужно сказать, впервые в американской истории. И я хочу подчеркнуть, что спикер Палаты представителей является третьей фигурой во власти после президента и вице-президента США. А значит, этот пост очень влиятельен и важен. Но как это связано с криптовалютами? Крипто-дружественный Патрик МакГенри становится временным спикером Палаты представителей. До этого он занимал пост председателя Комитета по финансовым услугам. Итак, теперь у нас есть временный спикер Палаты представителей, третья фигура по величине власти в США, который выступает за криптовалюты. Специалист по трансграничным платежам и финансовым рынкам Син Таффи пишет, если Патрику МакГенри придется занять пост спикера, он откажется от должности председателя Комитета по финансовым услугам. Это устранит сторонника криптовалюты, что может повлиять на попытки протолкнуть законопроект о криптовалютах в США. Да, МакГенри – сторонник криптовалют. И он, будучи председателем Комитета по финансовым услугам, занимается работой по принятию прокриптовалютных законопроектов. Например, он является автором закона о сохранении инноваций в Америке. Он считает, что криптовалюта и Веб 3.0 приведут к беспрецедентному росту числа рабочих мест, а американцам вернется контроль над их экономикой, финансами и интернетом. Кроме этого, МакГенри выступает за четкие правила регулирования криптовалюты в США, не считает биткоин ценной бумагой, не поддерживает крестовой поход SEC против крипта и грозит Гарри Гэнслеру судом. Но давай вернемся к этому посту и посмотрим на обратную сторону медали. Кейтлинг Лонг высказала хорошую мысль. Если МакГенри действительно будет назначен спикером, он будет контролировать повестку Дня Палаты представителей. Иными словами, его роль в качестве спикера Палаты представителей США гораздо более влиятельна, чем в качестве председателя Комитета по финансовым услугам. И это очень важно и для него, и для борьбы за криптовалюту в США. Потому что посмотри, что он говорил на днях. Позвольте мне внести ясность. Я не хочу быть первым председателем этого Комитета, который выпишет повестку в суд против Комиссии по ценным бумагам и биржам США. А вы, Гарри Гэнслер, явно не должны хотеть быть первым председателем SEC, который получил повестку в суд из Конгресса. Это было 27 сентября этого года. Несколько дней назад, и я не ожидал, что внезапно автор этих слов станет временно исполнять обязанности спикера Палаты представителей США, третий по величине фигуры в Соединенных Штатах Америки. Можно сказать, что это является первым проигрышем SEC на сегодня. Первым, но не последним. Перейдем к Coinbase и RipplexRP. Я не знаю, заметил ты это или нет, но я заметил, что все чаще появляются такие маленькие вещи, сперва незаметные, которые связаны с криптовалютами. Криптовалюта больше не является чем-то, что находится на задворках техногиков. Теперь она стоит прямо на фронте. И чем ближе президентские выборы в Соединенных Штатах, тем это очевиднее и яснее. И я вижу, что криптовалюты борются в США, и судя по всему, они побеждают. Пол Грейуол из Coinbase очень хорошо изложил это в своем повествовании. SEC только что подала возражение на наше ходатайство о прекращении дела против Coinbase, и это на фоне того, что Мак Генри теперь временный спикер Палаты представителей. Предварительное замечание. SEC снова и снова делает заявление о том, каким должен быть закон, но без каких-либо юридических аргументов. Да, у SEC нет никаких законов, которые поддерживают их позицию. А вот такая криптовалютная компания, как Coinbase, действительно находит законы, на которые может опереться. Активы, которые мы размещаем на нашей бирже, не являются ценными бумагами и не подпадают под юрисдикцию SEC. Решения суда за последние несколько месяцев подтверждают это. SEC же заявляет, что абсолютно все, от карточек покемонов и до браслетов SWIFTLY, также являются ценными бумагами. Но разве это утверждение не нелепо? Это нелепое утверждение, которое SEC действительно использует в своей борьбе с криптовалютами. И как сказал конгрессмен Торрес, это не закон. Продолжающийся крестовой поход SEC также игнорирует голос 52-миллионной криптовалютной группы в США, которым нужны правила и нормы регулирования для этой инновационной технологии. За прошлую неделю более 40 криптокомпаний присоединились к движению «Поддержи криптовалюту» по всей стране, чтобы заявить о необходимости принятия необходимого законодательства, которое защищает потребителей, способствует инновациям и создает рабочие места и возможности в США. И это мнение разделяет временный спикер палаты представителей МакГенри. Именно поэтому я думаю, что это большое событие, такое же, как и новая победа Ripple XRP. Как мы видим, множество компаний присоединяется к Coinbase в их борьбе против SEC. Судья отклонил апелляцию SEC про обжалование решения по XRP. Это важно не только для держателей XRP, которые сейчас безусловно счастливы, но и для всего криптовалютного пространства, включая абсолютно все альткоины, которые SEC когда-либо обзывала ценными бумагами. Отклоняя промежуточную апелляцию SEC, суд указывает невозможность комиссии обосновать апелляцию и невозможности доказать суду, как апелляция может изменить их решение. SEC сперва опиралась на тест Хоуи в своем судебном миске против Ripple и на том, что суд неправильно его применяет, но в апелляции полностью изменила курс. Суд же продолжает настаивать на своем правильном толковании цены бумаги и инвестиционного контракта. Все это сложно, но простыми словами SEC во всем неправа. Она неправомерно применяет законы с точки зрения суда. Решение от 13 июля было и остается законом страны. XRP не является ценной бумагой. Cardano не является ценной бумагой. Все токены и монеты, которые торгуются на бирже Coinbase и против которой SEC тоже подала в суд, не являются ценными бумагами. А значит сам суд абсолютно бессмысленный. Просто потому, что закон одинаков для всех. Вот почему эта новая победа Ripple XRP так важна. Суд отклонил апелляцию SEC. SEC продолжает проигрывать. Криптовалюта продолжает побеждать. И я думаю, что во время этой войны SEC против криптовалют и против всех тех в администрации, кто ненавидит криптовалюты, любая победа вызывает восторг и желание праздновать. Но я думаю, что чрезвычайно важно сейчас оставаться скромным, не наглеть и не радоваться раньше времени. Это победа в битве, но не в войне. Ведь SEC не может подавать апелляцию сейчас, ее отклонили. Но судья назначил дату судебного разбирательства в апреле 2024, на котором и будет вынесено решение по оставшимся вопросам. И после этого SEC сможет еще раз обжаловать решение, только после судебного разбирательства по всем оставшимся вопросам. И что-то мне подсказывает, что SEC снова не достигнет успехов в своих изысканиях. Новоиспеченный спикер палаты представителей Патрик МакГенри выдвигает ультиматум Гэри Гэнслеру. Мы можем сделать все по-хорошему или по-плохому. Председатель Гэнслер, в прошлый раз, когда мы были здесь, я спросил вас про эфир. В 2018 вы сказали, что биткоин и эфир, лайткоин и биткоин кэш не являются ценными бумагами. Поэтому я хочу остановиться на биткоине. Почему вы считаете, что биткоин не является ценной бумагой? Спасибо, председатель. И я думаю, что вы ссылаетесь на замечания, которые я сделал, будучи профессором MIT. И как я тогда написал в своей работе, речь шла о так называемом «тесте Хоуи». И Верховный суд описывает его вопросом, ожидает ли общество получения прибыли на основе усилий других. И как я думаю, я отметил в той работе еще в 2018, что я не увидел этого в биткоине. Но на ваш взгляд, как вы считаете, биткоин не является ценной бумагой? Я думаю, что сотрудники СЕК и предыдущий председатель... Я просто задаю вам этот вопрос, это не шутка. Я думаю, это простой вопрос, сложный и еще впереди. Биткоин – это ценная бумага? Ну, мне кажется, я уже говорил об этом в прошлом. Я хочу услышать ответ сейчас. Я знаю, что я сказал, что биткоин не соответствует тесту Хоуи, который является законом страны о том, что такое инвестиционный контракт. Следовательно, биткоин – это товар, не так ли? Ну, я бы сказал, что это не ценная бумага. И пусть его оценивают по другим законам. Но CFTC, например, заявила, что у нее нет полномочий в отношении биткоина и цифровых товаров. Как вы считаете, необходимы ли законодательные акты для защиты потребителей в мире цифровых активов, в частности, биткоина? Я думаю, что я уже свидетельствовал об этом здесь, в этом зале комитета, 4 года назад в качестве частного лица. Что для тех частей криптовалютной экосистемы, которые не являются ценными бумагами, в соответствии с законом о товарных биржах, CFTC имеет некоторые полномочия по борьбе с мошенничеством. Но они не обладают полномочиями по написанию правил для этой области. И как я уже говорил в прошлом, я поддерживаю наше родственное агентство, если можно так выразиться. Агентство, которое я когда-то имел честь возглавлять и которое мне очень нравится. Но оно не обладает такими полномочиями. Но если бы Конгресс продвинулся в этом направлении, это бы могло помочь CFTC обрести их. Итак, спотовому рынку криптовалюты не хватает регулирования и стабильного законодательства. Должны ли мы предпринимать какие-то действия в этом направлении? Простите, я не совсем понимаю. Вы говорите о фундовом рынке, о ценных бумагах? Я говорю о том, что у CFTC нет полномочий по регулированию криптовалюты, а значит мы должны вмешаться, чтобы Конгресс предоставил им такие полномочия. Позвольте мне продолжить. Я уже говорил о том, что вы не выполняете запросы комиссии. Вы считаете, что комиссия должна проголосовать, чтобы предоставить доступ к непубличной информации нашему комитету. Это так? Согласно закону о биржах, я считаю, что комиссии необходимо голосование. Вы назначили голосование, необходимое для предоставления непубличных документов нашему комитету? Ну, я думаю, что мы работали с вашими сотрудниками, мы предоставили где-то более 40 тысяч страниц документов. Да, но ничего из тех документов, что вы предоставили, не было непубличными документами. Фактически вы предоставили одно из писем, которое мы вам написали, в качестве ответных документов. Это просто абсурд. Итак, офис главного юрисконсульта сообщил моим сотрудникам, что после 10-недельного процесса рассмотрения эти документы уже готовы к передаче. Необходимо только провести голосование. Когда вы намерены назначить это голосование? Ну, мы продолжаем работать с вами и вашими сотрудниками. Это не должно быть тяжело для председателя СЕК предоставить эти документы. У вас есть 30 основных правил, но вы не хотите предоставить нам даже основные документы. Ваша безответственность – это несоблюдение правил, и мы будем вынуждены принять меры, если вы не хотите выполнять наши требования. У вас продолжается 10-недельный процесс рассмотрения, а вы даже не предоставили документы. Более того, вы даже не провели экономический анализ своих действий, которые затронут всех, кто владеет акциями, облигациями или любыми другими видами ценных бумаг. Таким образом, мы намерены добиться от вас соблюдения требований. Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Меня зовут Богатей Шиди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok